Так, коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева, я являюсь руководителем проектов 1С, консультантом-аналитиком по 1С, по внедрению 1С. Работаю с документооборотом, с архивом, с ERP, с управлением торговлей и с некоторыми другими еще системами. Много работаю с интеграциями, стараюсь как можно больше работать, стараюсь привнести в наши вебинары максимум каких-то практических примеров. Сегодня мы с вами рассматриваем такую систему как 1С-архив. 1С-архив у нас достаточно молодая система, все с ней еще работали, мало они известны, мало кто ее делал, поэтому сегодня мы будем с вами смотреть общий обзор. Пока я наших гостей подключаю, расскажу о правилах проведения вебинара. Вебинар у нас будет идти час, в течение этого часа мы разберем основной материал с вами и также ответим на ваши вопросы. Вопросы я прошу писать в чат. В чат пишите вопросы, как только они у вас возникают, то есть не нужно их держать до конца вебинара, иначе вы их забудете, а также я периодически просматриваю чат и стараюсь встроить ответы на ваши вопросы прямо в наш вебинар, чтобы логично как-то его выстроить, поэтому пишите сразу, очень прошу вас. Если вдруг ваш вопрос не укладывается в вебинар, то есть нужно рассмотреть ваш процесс, какие-то особенности, тоже ничего страшного, это хорошо, потому что у каждого нашего гостя есть возможность провести встречу, получить встречу в подарок, то есть мы разбираем конкретно ваш кейс, конкретно вашу задачу и стараемся в рамках этой встречи дать какую-то либо рекомендацию, план работы, понять, обозначить, что нужно сделать, чтобы эту вашу задачу решить или ответить на ваш вопрос. Вот, поэтому по завершению встречи имейте в виду, что у вас есть, по завершению вебинара имейте в виду, что у вас есть встреча, на которой мы ваш вопрос можем разобрать. Также бывают вопросы, которые мы просто не успели разобрать, допустим, он залетел прямо в конце вебинара на последних минутках, и мы тогда отправляем ответы на эти вопросы с рассылочкой. Вот, так что стараемся вопросы не отлично не оставлять. Так, запись вебинара будет, так что можете не записывать сами. Бывает, что у нас пытается записать наш вебинар. Так, что у нас там подключается. Также, если вас вдруг выбило из вебинара, я всех обязательно приму, подключу. Я сегодня являюсь как спикером, так и модератором, поэтому принимаю вас также в вебинарную комнату. Если я могу увлечься и не увидеть, что вы ко мне стучитесь, вы меня тогда, извините, сразу не уходите, подождите. Могу увлечься, значит, я просто не увидела, и в скором будущем вас обязательно подключу. Так, ну, у нас уже 14.06. Я думаю, что все основные, кто у нас хотел подключиться, подключились. Так, вопрос у нас, будет ли презентация в рассылке? Да, будет презентация, будет запись вебинара, также запись всех наших вебинаров есть на нашем сайте. Можете заходить, смотреть. Мы активно проводим вебинары, не только по моему направлению, у нас там много чего интересного. Вот, если вас интересует какая-то конкретная, какой-то конкретный вебинар, там тема какая-то конкретная, тоже ее пишите, пожалуйста, в чат. Мы либо направим на уже проведенные вебинары, дадим вам ссылочку, либо запланируем, так как у нас большой план вебинаров. Мы постоянно стараемся в нашем вебинаре ваши запросы удовлетворить, так что пишите все, что хотите видеть, слышать. Так, тогда переходим к нашей презентации. Сегодня у нас общий обзор 1С-архив. Своё видео я сейчас, чтобы нам не забивать наш информационный поток, убираю. И мы с вами уже более подробно будем разбирать наш тему вебинара. Мы так долго очень знакомимся сегодня. Так, сегодня у нас общий обзор 1С-архив системы. Мы поговорим с вами о назначении системы 1С-архив, мы сделаем общий обзор возможностей 1С-архив и как у нас данная система взаимодействует с другими автоматизированными системами, с чем мы делаем обычную интеграцию, с чем у нас уже есть самый наработанный путь интеграции. И об особенностях поговорим. Ну и, конечно, буду обращаться к системе, чтобы мы наглядно её видели. Сегодня у нас, конечно, более теоретически такой вебинар. В дальнейшем мы будем спланировать ещё один вебинар, где мы будем говорить именно про настройки интеграции. Там будем показывать, как у нас настраивается интеграция, как она работает. Сегодня он у нас такой более обзорный. Итак, пройдём к тому, что у нас такое вообще 1С-архив, что это за система, для чего она используется. 1С-архив – это решение, которое у нас предназначено для хранения архивных документов в организации. То есть, откуда вообще взялась эта потребность. Кто работал с документами, тот знает. Я вот очень близко работала с документами. У меня был отдел, где у нас в месяц проходило порядка полутора тысяч документов, закрывающих, договорных и разных всяких. И у меня была рядом целая огромная комната, где лежал архив документов, куда мы придавали эти документы уже на хранение. И когда нам нужно было архивные документы достать, мы начинали там копаться. Можно было уйти туда просто вообще на полдня, закопаться в этих стопках. И вообще там не знаю, когда это всё найти. Хотя, в принципе, учёт мы ввели в 1С. И, в общем-то, я работала даже в интеграторе, в системе, которая занимается внедрением решения 1С. Но на тот момент, к сожалению, не было ни 1С-архива, ни документов оборотов тогда не было ещё в таком большом обороте. Поэтому всё было гораздо сложнее. Теперь у нас есть решение 1С-архива. То есть здесь мы храним наши документы, которые переданы на хранение. Документы обороте у нас наши живые документы, которые в обороте, которые действующие. А в архиве у нас те документы, которые мы передаём на хранение. Что у нас может наша система 1С-архив? Какую функциональность она предусматривает? Первое. Это приём документов из систем источников. То есть документ оборот у нас может быть автоматизирован в разных системах. Он может быть автоматизирован. Ну, классические документы обороте. Сейчас популярно внедрять документы оборота, приводить в порядок свой документ оборот и его автоматизировать. Также у нас могут быть другие системы учётные. Управленческого учёта, регламентированного учёта. Везде, где мы ведём документацию, откуда нам нужно передавать документы на архивное хранение. Так, коллеги, ещё раз скажу, что запись в бинар у нас ведётся. Запись мы всем отправим, поэтому не пытайтесь её тоже запустить. Так, далее. Надёжное долговременное хранение электронных документов. В том числе у нас хранятся электронные документы с форматом электронной подписи, который можно прочесть спустя длительное время. То есть данный функционал у нас обеспечивается системой. Это вот как раз-таки задача 1С-архив, чтобы мы могли через два, через три года прочитать наши электронные подписи, убедиться в их подлинности. Сохранение юридической значимости на протяжении всего срока хранения. Возможность выполнить все архивные процедуры, прописанные в законодательстве. Вот об этом моменте. Конечно, мы привыкли все наши процессы хранения документов организовывать. У нас есть архивариус, он складывает бумажечки, он там всё подписывает, несёт ответственность. Но всегда, когда у нас дело касается архивных документов, начинаются вопросы, где что найти, где-то у нас документы теряются, как же их восстановить. И всплывают вопросы, которые где-то когда-то не соблюдали какой-то регламент государственный, по законодательству прописанный. И возникает риск проверок, риск финансовых потерь. Вот 1С архив, он нас полностью освобождает от необходимости контролировать, всё ли везде мы соблюдаем законодательство, по всем ли правилам мы ведём архив документов. То есть обычно, в обычном архиве это человек, который знает все правила, и только он знает, всё ли он там соблюдает. Как его проверить, не каждый руководитель может понять. А здесь ваша система полностью всё сама проверяет, контролирует, чтобы законодательство у нас соблюдалось, и не допускались ошибки, которые приведут, потом могут привести к финансовым потерям. Здесь, конечно, система очень упрощает жизнь организации, руководителя организации и снижает риск потерь. Что у нас вообще относится к архивным документам? Потому что нужно отделить мух от котлет. Что у нас есть архивные документы, что у нас есть наши документы, которые не нужно хранить. Как вообще понять, что у нас должно быть в нашей системе 1С архив? К архивным документам относятся документы временного свыше 10 лет и постоянного срока хранения. Таким документам у нас что можно причислить? Это документы по корпоративной деятельности, связанные с имущественными отношениями, основными средствами организации, приказы и распоряжения по основной деятельности. Это планы, это отчеты, это документы по личному составу охраны труда и некоторые другие документы. Далее, что у нас подразумевает хранение в 1С архиве, что позволяет нам делать и чем это удобно. Хранение в 1С архиве удобно, потому что позволяет обеспечить долговременной перспективе аутентичность, достоверность, целостность и пригодность документов для использования, в том числе для доказательств в суде, содержащихся в них фактов. То, о чем я говорила, то, что очень важно. Бумажные документы у нас могут потеряться, могут под воздействием каких-то внешних факторов испортиться. Также, если мы храним документы в разных системах, они у нас не сливаются далее в один архив, а просто хранятся в какой-то системе рабочей, тоже могут, во-первых, сложно найти, во-вторых, они могут затеряться в общем потоке документов, а здесь у нас хранятся именно архивные документы, которые мы четко структурировано храним по номенклатуре дел. Также есть, конечно, возможности и не по номенклатуре хранить, но в основном функционале это номенклатура дел. Ниже мы сейчас это рассмотрим. Также в программу могут передаваться и документы оригинала, которых находятся в бумажных делах, с целью формирования единого архива электронных и бумажных документов. И таким образом мы в любой момент сможем понять, найти наши бумажные документы, если у нас есть бумажные варианты, но мы четко знаем, где у нас в структуре они находятся. Также 1С-архив позволит формировать обязательно учетные документы архива, такие как описи дела, реестр описи, книга учета поступления и выбытия дел, список фондов, лист фонда, акта на уничтожение дел и другие документы, которые у нас подразумеваются стандартными введения документа оборота. То есть в обычной практике все зависит от человеческого фактора. Как у вас ваш сотрудник, который работает с вашими документами, ведет свою деятельность, насколько он соблюдает правила, насколько он правильно оформляет эти все документы, добросовестно, трепетно относится к ведению этих документов. К сожалению, не каждый сотрудник все делает по правилу, как нужно. Система здесь не даст ошибиться. Здесь, конечно, 1С-архив позволяет лучше выстроить хранение документов. Государственные и муниципальные архивы, организации, являющиеся источником комплектования государственных и муниципальных архивов, смогут использовать программу для подготовки и передачи архивных документов в эти архивы. Здесь уже у нас более узкая направленность, но важно понять, что здесь мы тоже можем использовать систему. Коммерческие организации могут расширить использование программы и на документы временного до 10 лет хранения. Программа позволяет ограничить права доступа к документам, что очень важно. у нас в системах, которые подразумевают работу с документами, с живыми документами, еще не архивными, достаточно сложная подразумевается настройка прав доступа. Допустим, в системе документа оборот там несколько уровней доступа, и, как правило, они в большинстве своем по максимуму используются, потому что действительно есть и коммерческая информация, есть и кадровая информация, особенно сейчас актуально разделять права доступа в связи с ужесточением законодательства. есть информация различная, бухгалтерская, которую обязательно нужно, доступ к которой разграничивать. Архивные документы, они, по сути, сильно-то не отличаются. То есть в любом случае тоже доступ к архивным документам нужно обязательно разграничивать. Система 1С Архив позволяет это делать настройками прав доступа. Такие у нас предусмотрены в системе. при внедрении системы, когда мы планируем внедрение системы, нужно понимать, что у нас каждый блок функциональности, который включен в систему, мы должны его спланировать. Мы должны, первое, понять, для чего мы будем это использовать, то есть цель наша какая. И второе, как мы настроим систему, чтобы она отвечала этим нашим требованиям. То есть очень важно идти не от функциональности системы, что система это умеет, значит, мы сейчас разграничим. Если у вас сидит один архивариус и доступ к документам только у этого архивариуса, к этому архиву, то для чего, собственно, тогда разграничивать права. Поэтому здесь всю функциональность системы нужно понимать, что вы будете использовать, для чего вы будете использовать. 1С архив у нас является составной частью документной системы организации, которая обеспечивает управление документами и доступ к документам. 1С архив, как документная система, соответствует требованиям ГОСТ. Это очень важно. И в соответствии, ну, так как она соответствует ГОСТ, как мы уже говорили, все правила законодательства, все принципы, понятия правления документации, они у нас соблюдены. И они выдерживаются на протяжении всего срока хранения документов. В соответствии с федеральным законом 125 ФСЗ, у нас обеспечивается организация, ну, и с другими нормативными актами, у нас обеспечивается организация хранения архивных документов. То есть вы можете на это ссылаться, основываться, если система просит вас вести определенным образом документ оборот, вести определенную документацию по документу оборот, использовать средства описания документов при архивировании, то, значит, это не просто так взято. Многие у нас пользователи любят систему обходить и пытаться сделать как-то проще идти простыми путями. Все системы 1С, они, так скажем, снабжены защитой от дурака по максимуму, чтобы мы, упрощая себе путь, не подводили под рисковые ситуации нашу организацию. И 1С архив не исключение, то есть здесь везде защита от дурака, чтобы у нас пользователь не смог обойти то, что необходимо делать. Здесь у нас соблюдаются в системе следующие нормативные акты требований нормативных актов, федеральный закон об электронной подписи, федеральный закон о персональных данных, правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в госорганах, органах местного самоуправления, методические рекомендации по применению правил, правила делопроизводства в госорганах, органах местного самоуправления. И 1С архив разработан на основе типовых функциональных требований к системам электронного документа оборота и системам хранения электронных документов, которые у нас утверждены приказом Росархива от 15 июня 2020 года. Это такое вступительное, чтобы точно понимать, что у нас все законодательные акты соблюдены, ну, как, в общем-то, и в любой системе 1С. Я предлагаю посмотреть вживую на нашу систему 1С архив, и далее уже мы перейдем к более подробному описанию функциональности и к интеграционной части, пониманию, что у нас там, с чем интегрируется, что мы чаще всего используем. Вот таким образом у нас мы сейчас находимся в системе под пользователем Архивариус. Вот таким образом видит Архивариус у нас нашу систему 1С архив. Она гораздо проще, как по мне, чем многие другие системы. Здесь ничего особо сложного нет, особо лишних кнопочек никаких нет. Что мы видим? Мы видим раздел «Главное», которым, ну, обычно, что у нас здесь, самые главные документы, сотрудники подразделения, полнотекстовый поиск. Мы можем с помощью полнотекстового поиска искать любой элемент системы, когда он нам нужен. Самый важный раздел, чем у нас пользуется наш пользователь, это архив документов. Здесь у нас то рабочее место, где хранятся все документы. Мы можем зайти сразу в рабочее место по работе со всеми документами, переданными в архив. Здесь мы видим дела, дела тама, и видим сами документы, по видам, видим заголовки, виды, номер, дату. То есть мы можем работать с вами по списку документов. При этом у нас есть фильтры по периоду, по виду документа, по форме документа, организации, подразделению, контрагенту и по годовому разделу описи. Также мы можем осуществлять пользовательские настройки системы, то есть то, что у нас сейчас открыто, это уже преднастроенная функциональность, заложенная у нас в конфигурации, то есть вот эти фильтры, они у вас все будут. И так будут при работе с системой, мы также можем настроить какие-то стандартные другие пользовательские настройки. Я имею в виду стандартные, используя стандартный функционал 1С, как и в любых других конфигурациях, мы можем использовать стандартные настройки, фильтры и настраивать так, как им нужно. Каждый пользователь. Вот, вернемся к архиву документов, что у нас здесь есть еще. Мы видим пакет принятых документов, можем перейти, увидеть, какие документы, пакет принятых документов у нас были и их обработать. Каждый принятый пакет у нас имеет свой идентификатор и мы видим соответствующие реквизиты, которые нам были переданы. Проверка. Статус проверки у нас указывается. В данном случае у нас проверка выполнена успешно. У нас организован сейчас тестовый контур с учебной базой, демо-базой 1С архив. То есть все данные, которые у нас здесь внесены, они у нас являются демонстрационными. Так что все фамилии, имена и организации, они у нас из демонстрационной базы. Мы видим, откуда у нас поступили данные документы, по какой организации, если указано подразделение грид доступа, то это у нас тоже будет указано. Ну и видим дату загрузки. Это у нас пакет принятых документов. Мы сейчас чуть позже еще поговорим с вами об интеграции, поймем, какой у нас пакет принятых документов, как они формируются, откуда мы вообще в принципе можем принимать. Раздел проверки дела документов. Мы видим, сколько у нас проверено дел по организациям и видим результат. Где у нас найдены ошибки, где у нас первым прием документов. Это у нас раздел, где мы видим проверку дела документов. Сводные описи важный раздел, который у нас обеспечивает соответствие законодательству. То, что мы обязаны вести. Сводные описи хранятся у нас вот в таком виде. Мы можем развернуть, мы можем установить, если у нас опись закончена, то мы можем соответствующий флаг установить и при этом у нас соответствующий процесс завершится в системе. И видим перечень дел, которые у нас хранятся в текущем сводной описи. сдаточные описи, уничтожение дел, фонды, также у нас есть источники документов, отчеты. В данном случае у нас здесь настроен только один отчет, это список дел, томов. функциональность достаточно такая сконцентрированная на том, что делает у нас архивариус, есть у нас раздел нормативно-справочная информация, за нормативно-справочную информацию обычно отвечает выделенный сотрудник, который у нас осуществляет настройки, либо отвечает за настройки произведенные в системе, которые касаются нормативно-справочной информации. Нормативно-справочная информация, это у нас справочники, это у нас справочники вида документов, вида сводных описей, грейфы доступа, контрагенты, это все у нас нормативно-справочная информация, важно, чтобы это все было под них в руках, не допускать сюда в настройки, в редактирование лиц, которые не имеют отношения к контролю этих данных, сталкиваемся периодически в любых системах, сталкиваемся, что при настройке прав доступа подаются права доступа людям, которые по своему роду деятельности не должны редактировать данные, но, к сожалению, всякое бывает, и бывают ошибки потом в данных управляем, поэтому лучше за этим следить и проверять все настройки вовремя, ну и настройки системы уже, которые идут пользовательские, так, далее, мы посмотрели с вами систему, возвращаемся к презентации и поговорим дальше, более расширенно по возможностям системы и по обмену данными с 1С архивом. В 1С архиве предусмотрено два варианта обмена документами в зависимости от возможности источника комплектования. Это готовые издаточные описи приходят, если источник комплектования поддерживает описание документов и формирование издаточных описей. В этом случае документы поступают в 1С архив уже в составе сдаточных описей и попадают сразу в архивный контур. Документы оборот обмениваются с архивом именно в этом формате. У нас будет вебинар практический по обмену с документы оборотом, 1С архив с документы оборотом, где мы будем подробно показывать, как настраивать интеграцию, где происходит настройка интеграции и как происходит обмен данными, как у нас отображаются данные, проведем практический кейс, как и все, что у нас происходит. Подробнее в составе файлов у нас есть тоже информация, будет отдельный раздел, отдельный вебинар требования к обмену системы. Второй вариант это у нас пакеты документов без дел издаточных описей. Этот вариант подходит у нас для других источников комплектования, при этом документ поступает на оперативный контур, дела издаточные описи в этом случае у нас оформляются уже в 1С архиве, и только после этого документ попадает в архивный контур. То есть и тот вариант у нас возможен. Тут у нас схематично изображен данный процесс. Итак, у нас есть два варианта, это готовые издаточные описи и пакеты документов без дел издаточных описей. Тот и тот вариант у нас возможен. Мы с вами будем смотреть на следующем вебинаре, когда будем смотреть практически пример интеграции документа обороты и архивы. Загрузка издаточных описей. После загрузки издаточных описей из источника комплектования они попадают в список издаточных описей в разделе архив документов. Мы с вами посмотрели архив документов, это у нас главный наш раздел архив документов. Один выгруженный из источника комплектования zip-файл содержит номер, дату и другие реквизиты документа. Также он содержит список передаваемых дел и Их реквизиты содержат реквизиты соответствующих элементов номенклатуры дел, реестр документов каждого дела, файлы контейнеров этих документов. Вот это вот частый вопрос, содержит ли он у нас файлы контейнеров. Да, файлы контейнеров дел, этих документов, они у нас содержатся и передаются. В 1С архиве при загрузке каждого файла программа создает отдельный документ, издаточная опись. Реестр документов. Реестр документов у нас формируется в источнике комплектования при выгрузке данных для 1С архива. Это список всех документов, которые у нас входят в дело. Реестр открывается из карточки дела по ссылке реестр электронных документов для бумажных документов. Ссылка называется внутренняя опись. Так, скажите мне, пожалуйста, напишите в чат, видно ли мою презентацию, или мне нужно как-то ее увеличить, что-то с ней сделать. Я просто, мне кажется, что не очень видно. Я постараюсь масштаб увеличить. В презентации специально добавила, как можно больше принтскринов. Красным выделено то, что мы хотим показать, потому что на системе показ файлов я переключаюсь туда-сюда. К сожалению, вот мне в комментариях сейчас пишут, что пока слайдов, мне нужно ориентироваться по слайдам. К сожалению, не могу так включить. Вот, но очень постараюсь вот так вот. Меньше, чтобы мне ориентироваться. Так, ну вот тут, наверное, максимально я вам показала. Вот, то есть у нас карточки дела, есть реестр электронных документов, это если у нас документы электронные. Так. Также у нас в программе доступна работа с документами, не сформированными в дела, и, соответственно, не прошедшими процедур передачи в дел в архив. Доступна их приемка на оперативный контур, хранение до передачи в архив, формирование дел, закрытие дел, оформление передачи в архивный контур и уничтожение. Для таких случаев у нас предусмотрен обмен в формате произвольных пакетов документов. Загруженные пакеты отображают в справочнике пакета принятых документов. Мы его с вами смотрели в системе. Он у нас открывается из меню архив документов. То есть мы должны понимать, что у нас также в формате произвольных документов мы можем принимать. И видим это в разделе пакет принятых документов. Так, printscreen у нас тоже здесь изображен. В системе мы это с вами посмотрели. В списке документов у нас отображается список принятых дел документов. Список у нас также открывается из меню архив документов. Что у нас происходит при повторной загрузке документа? Программа у нас проверяет, что он не уничтожен, в противном случае пакет документов или сдаточная опись не принимается. То есть если по какой-то причине мы принимаем документ, который у нас уже есть в системе, пытаемся принять, то есть если у нас предыдущий документ не уничтожен, система нам не даст повторно загрузить документ и создать дубль. Общий порядок проверки дел в описи. Если дело лишнее, тогда помечается на удаление все документы дела. Если загружаемое дело найдено в 1С архиве, проверяется документ в деле. Если лишние документы, они помечаются на удаление, новые документы заполняются, создаются и заполняются. Если документ уже есть в 1С архиве, то он просто обновляется. Тут тоже у нас часто возникают вопросы по повторную загрузку документов. Также в программе у нас предусмотрена выгрузка-загрузка бумажных документов. Файлы бумажных документов переносятся и хранятся аналогично электронным, точно так же в zip файле. При отсутствии файла бумажного документа в 1С архивный документ переносится без файла. То есть если у нас в источнике нет файла, то, соответственно, где нам его взять, он у нас без файла так как есть, а также и переносится. Также можно загрузить в программу документы и файлы в личную. Для этого у нас в списке издаточной описи в меню еще предусмотрена загрузка из файла. При выполнении этой команды, так я смотрю, у кого ли у нас не выбила система, так еще раз, тогда скажу, пока я сделаю видео просто сейчас. Если вас выбила система, пожалуйста, подождите, я вас сразу могу не увидеть, но я вас обязательно верну. При выполнении команды загрузить вручную нам необходимо выгрузить файл. Данные загрузятся по аналогии с тем, как они загружаются из каталога обмена. В отличие от загрузки, когда мы используем каталог обмена, ответ у нас уже никуда не уйдет, соответственно, потому что мы загружаем с вами вручную. Итак, про ручную загрузку мы проговорили. Что у нас происходит, когда мы принимаем документы с простой электронной подписью? Программа у нас поддерживает загрузку документов, подписанных простой электронной подписью. И что у нас обеспечивается? Это хранение и передача данных из источников файлов простой электронной подписи, поражение информации о простой электронной подписи в карточке. Это визуализация простой электронной подписи, передача и хранение данных о подписании бумажных документов. Требования у нас при этом в формате файла простой электронной подписи в программе нет, она может быть любая. Простые электронные подписи отображаются в карточке документа. При двойном клике открывается переданный файл ПЭП. Скажите мне прямо в чатике, кто знает, что такое простая электронная подпись и когда мы ее вообще используем? Эту самую простую электронную подпись. Да, вижу. Логин, пароль. Простая электронная подпись, когда мы зашли с вами в систему, ввели свой логин, пароль. Все. Дальше, когда мы согласовываем, когда мы ставим свои визы на документы, это и является нашей простой электронной подписью. Она у нас используется внутри нашей организации. То есть, если вы будете использовать это за пределами организации, то да, это уже ничего не значит. Если внутри системы нашей, то это электронная подпись, которая означает вашу визу, за которую вы несете ответственность. Это важно, потому что тоже бывают разные вопросы, части. А давайте я свой логин, пароль кому-нибудь дам. Там кто-то подо мной работает в системе. Ваш логин, пароль – это ваша электронная подпись. Пожалуйста, тоже к этому нужно относиться ответственно. 1С-архив у нас поддерживает хранение документов, полученных в источнике комплектования по ИДО. Для этого в контейнере документ предусмотрены дополнительные свойства. Если документ создан на основании сообщений ИДО, в 1С-архив передаются все файлы ИДО. А вот если у нас уже, у нас есть с вами простая электронная подпись, есть у нас усиленные электронные подписи, вот когда у нас уже идет электронный документ оборот с нашими контрагентами, когда идет подпись, сертификат подписи, который, допустим, используется для подписания документов с контрагентами, это уже совсем другая история. Тут уже необходимы дополнительные настройки. То есть простая электронная подпись вы используете только в рамках своей организации. И когда вы пишете логин, пароль, заходите в систему. Электронная подпись уже юридически значимая, которая используется с контрагентами, это уже другой сертификат подписи, который нужно дополнительно настраивать и устанавливать. Итак, передаются все файлы ИДО, это XML-файл, файл электронной подписи, служебная информация, как документы были получены или отправлены контрагенту, вся информация о квитанциях, извещениях, подтверждениях с указанием статусов и дат. Хранение этих файлов в 1С архиве позволяет нам в любой момент по требованию ФНС предоставить их в формализованном виде. На серверах наших операторов электронных документооборотов также используются, иногда хранятся файлы документов. Был у нас такой опыт, когда у нас использовался, не скажу сейчас, какой оператор, уже у нас был личный кабинет, где хранились наши все электронные файлы документов. В своей базе мы их не хранили, тогда это было управление торговлей, это не было документа оборотов, было давно. Но все файлы у нас хранились там, мы не переживали, думали, вот оператор, у него там у нас есть личный кабинет, мы всегда сможем вытащить. Тут произошел сбой. На серверах нашего оператора документы, часть документов исчезла электронно, и самое интересное, что оператор по документации не несет ответственности, то есть по договору не несет ответственности за хранение, сохранность этих документов. Поэтому все-таки даже если вы пользуетесь электронным документооборотом с использованием личного кабинета, где у вас хранятся ваши электронные документы, проверьте, что у вас написано в договоре, несет ли кто-то за них ответственность. Или вы все-таки архив своих электронных документов должны хранить сами. Мы с этим таким инцидентом столкнулись. И, конечно, очень неприятно. Вот также, так, хранение файлов мы проговорили. И все принятые файлы будут сохранены в контейнере документа. Все у нас будет храниться по правилам. Так, что касается у нас кадрового и электронного документа оборота, какие-то, ну, всем требованиям хранения кадровых документов у нас 1С-архив отвечает. Мы выше с вами смотрели нормы законодательства. Всем правилам хранения кадровых документов 1С-архив у нас отвечает. Каких-то дополнительных действий, дополнительных настроек у нас не требуется. То есть здесь все у нас предусмотрено. Предусмотрено два режима выгрузки документов из 1С-архива для предоставления ФНС и все файлы. Выгрузка у нас выполняется из карточки или списка документа архива по кнопке соответствующей. В списке доступен выбор нескольких документов. Вариант предоставления ФНС выгружает определенный формат файлов в соответствии с приказом ФНС от 18 января 2017 года. Это файлы ИДО выгружаются в формате XML. Этот формализованный формат, который у нас установлен для автоматической обработки ФНС. И файлы, которые у нас не ИДО. Они вгружаются в файл в визуализации документов неформализованных форматов. То есть это формат TIFF, JPEG, PDF и PNG. Эти файлы у нас упакованы также в zip файлы с файлами описания по формату ФНС. Вариант все файлы используется для других случаев внутреннего использования, когда у нас выгружаются все файлы 1С архива и ИДО на диск без дополнительного описания, когда нам просто нужно выгрузить все наши данные из базы не по требованию ФНС. Идем с вами дальше. Формирование сводных описей. Я вот смотрю тут чат. И сейчас, наверное, подряд с вопросами разбираться. Вот у нас есть вопросик, был ли проект по созданию электронного архива для КДО на базе кабинета сотрудника, как делали на прямой кадровой учетной системе интеграцию или использовали типовую связку. Кабинет сотрудника обычно у нас, был у нас проект, кабинет сотрудника обычно у нас интегрируется все-таки с документооборотом. Это такая наболевшая тема, когда пытаются кадровый документооборот автоматизировать, смешивать все понятия. Смешивается понятие хранения документов, согласования документов, создания документов, что есть личный кабинет сотрудника, что есть документооборот, что есть архив документов. Вот тут очень важно понять. Возвращаемся с вами немножко к теме выгрузки, даже, наверное, к электронным подписям, к хранению документов, к выгрузке документов. Вот каждая система, она выполняет свою задачу. Когда у нас задача согласования документов, это у нас документооборот. Когда у нас задача хранения документов, это у нас 1С архив. Когда у нас задача работы пользователей с кабинетами, с документами кадровыми, мы думаем, где они у нас будут работать. В документообороте или в личном кабинете. То есть мы создаем архитектуру нашего решения. Вот без понимания архитектуры вашего решения невозможно понять, как у нас будут идти интеграционные потоки, что с чем будет связано. Поэтому важно понимать весь проект в целом. Сейчас мы с вами говорим как раз о том, что у нас умеет 1С архив, что он умеет делать и что у нас заложено именно в этой системе. Для каждой системы есть своя функциональность. Есть документооборот, где максимум функциональности по согласованию. Есть кабинет сотрудника, там работают свои специалисты. Я здесь, ну это не совсем мой профиль, сам кабинет сотрудника. Я знаю, что там есть определенная функциональность по согласованию. Если мы принимаем решение внедрять 1С архив, 1С документооборот, то значит мы внедряем. Если мы используем какие-то другие средства, значит другие средства. Так, выгрузка документов мы посмотрели. Так, формирование сводных описей. Список сводных описей ведется вручную. Открывается он по команде сводной описи в разделе. Мы говорили уже архив документов. В карточке описи указывается у нас номер описи, вид, фонд и форма документов в делах этой описи. Бумажные или электронные. И представление. Из карточки и списка описи можно распечатать годовой раздел сводной описи по команде годовой раздел. После того, как у нас дела приняты в архив, архивисту необходимо начать распределение этих дел по сводным описи. Обработка распределения дел по сводным описи, она у нас существует. И она у нас позволяет найти дела, которые у нас не включены в сводные описи. И добавить их в соответствующую выбранную нами опись. Команда распределения дел по описи расположена в меню, в котором мы с вами смотрели, архив документов. И мы можем с помощью нее распределять по сводным описи. В программе у нас выполняется регулярная проверка контейнеров документов. Программа проверяет электронные подписи, выполняется их валидация. Целостность файлов через верху хэш-сумы. Соответствие реквизитов, карточки, записанных в контейнере методанным. Соответствие реестров электронных документов всех дел и документов, которые у нас фактически лежат в деле. И также периодичность задается в настройках работы документами 1С-архива. Здесь важно понимать, какой объем документов у вас поступает, как часто необходимо выполнять эту проверку. Это у нас определяется администраторной системой. И такую проверку регулярно необходимо контролировать, чтобы она осуществлялась. Уничтожение дел. Документы, сроки хранения которых истекли, подлежат уничтожению. У нас есть в меню раздела архив документов команда уничтожения дел, по которой открывается одноименный список документов. Каждый такой документ фиксирует уничтожение определенного списка дел. То есть следы в системе у нас остаются по уничтожению дел, и мы можем также их проанализировать с течением времени. Создать запись журнала передачи можно из командной панели карточки документов, если нам требуется передача дел. Мы этот журнал используем. И также мы можем либо из командной панели, либо из меню раздела архив документов в команде журнала передачи и создать. Также есть у нас в программе возможность, как передать связи между документами из источника комплектования автоматически, так и установить их вручную. Связи у нас используются. Связь документов у нас это один из основополагающих потребностей в документообороте, в потоке документов. Связи в 1С архиве позволят дополнительно загруппировать документы, которые у нас были связаны ранее в источниках комплектования, по тематике, по предмету договора, соглашения, и по другим признакам, которые у нас, допустим, в системе документооборот были установлены. Также связи у нас позволяют использовать реквизиты привязанных документов. Например, если в тексте договора у нас указаны явно ссылки на сопроводительные документы, акты, счета, спецификации, доверенности и прочее, то при запросе в 1С архиве мы тоже также их выявим. Что эти связи были. Они также будут храниться и в 1С архиве. Из источника комплектования также связанных документов от нами переносится автоматически. Структура связи документа отображается по ссылке связи из его карточки. Тут у нас увеличу, у нас есть ссылочка связи. Мы видим количество связи, можем перейти и посмотреть, какие у нас с вами есть связанные документы. Печатные формы, которые у нас используются в нашей базе. В соответствии с правилами организации хранения, комплектования учета и использования документов архивного фонда, который у нас от 2020 года, в программе предусмотрена следующая печатная форма, которая у нас стандартно используется в практике документа оборота. Это лист фонда. Он открывается из списка фондов, из карточки фонда. Это список фонда. Открывается из списка фонда. Это книга учета поступлений документов. Он у нас открывается из списка сдаточных описей и из карточки сдаточной описи. Там можно выбрать код, за который у нас формируется данная учетная книга. Реестр описи дел, который мы можем открыть из списка сводных описей. Годовой раздел описи дел, который у нас также открывается из списка сводных описей. Рассмотрим с вами еще раз, вернемся, что мы, какие вопросы мы с вами рассмотрели. Пройдусь по чату, что у нас там есть. Мы с вами говорили, что у нас система, так мы проговорили, назначение системы 1С-архив. То есть здесь у нас хранятся именно архивные документы. У нас хранятся документы срок хранения, которые более 10 лет, постоянного хранения. Также мы можем другие документы также хранить в архиве для коммерческих, допустим, организаций. Система 1С-архив у нас интегрируется с другими системами. В частности, мы говорили про интеграцию с документооборотом, потому что это наиболее, наверное, частая интеграция. Можно использовать несколько вариантов интеграции, выгрузки. Также мы поговорили о всех возможностях системы и требованиях, которым отвечает система. Система у нас отвечает требования введения документооборота, как кадрового, требования МЧД, требования введения электронных подписей. Система 1С-архив, она у нас находится, занимает свое определенное место в структуре всех программ. То есть что у нас делает любая программа 1С? Любая программа 1С, она решает поставленные перед ней задачи определенные в автоматизации бизнес-процессов организации. Эти задачи можно решить, ну, как и любую задачу. То есть есть у нас лужа перед нами. Мы можем пройти и наступить в нее, мы можем перепрыгнуть, мы можем обойти ее стороной, мы можем положить доску и пройти по доске. Точно так же с системами. То есть есть ваш бизнес-процесс, есть ваши задачи, которые нужно решить. Для решения этих задач можно использовать одну систему, две системы, комплекс систем. В зависимости от того, насколько большая ваша задача, объемная, насколько она глубокая, насколько есть в ней нюансы и какие системы на текущий момент уже автоматизированные у вас есть. Поэтому комплекс систем, либо систему на старте, на моменте определения просто так, вот как таблетку от головы, выдать нельзя. Здесь нужно понять ваши задачи, понять ваши процессы, которые вы хотите автоматизировать, особенности. И только тогда, зачастую только после обследования, можно понять, какой комплекс систем подойдет именно к вашим задачам, чтобы и не переплачивать, и при этом все ваши задачи решить. Поэтому у 1С есть целый ряд систем, которые в какой-то части дублируют функционал друг друга. Но при более плотном рассмотрении мы понимаем, что одна задача чуть глубже автоматизирует, одна система чуть глубже автоматизирует, другая система чуть меньше там охватывает, либо там какие-то вещи захватывает, не универсальные, уникальные. И только после обследования можно понять на 100% какая система вам нужна. Вот, поэтому если есть вопросы, какую систему внедрять, какую систему использовать для тех или иных процессов, в частности, много вопросов вокруг кадров. Разные у нас кейсы были, разные специалисты работают с разными системами. Мы с удовольствием с вами разберем именно ваш кейс, постараемся найти верное решение. Напоминаю, для каждого гостя нашего вебинара у нас есть бесплатная встреча, где мы можем разобрать конкретно ваш вопрос. Вы можете обратиться, нам придет рассылочка, рассылочка придет с видео, с презентацией и с нашими контактами. Можете писать на нашу почту, можете звонить нам по телефону, говорите, что вы были на вебинаре, и мы организуем для вас встречу. А также следите за нашими дальнейшими вебинарами. Спасибо вам за внимание, за активные вопросы в чате. И всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok